Всем привет! С вами снова Рысь! 28 июля 2017 года, без 10 утра, и сегодня я вышел на ночную охоту. А если быть точнее, на фотоохоту. Как вы могли уже узнать из предыдущего видео, я увлекся в последнее время фотографией. И сегодня, наконец-то, у нас настало тепло. И не только тепло, но и прекратились дожди, и даже расселись облака. И я вышел позаниматься ночной фотографией с длинной выдержкой. Занимаюсь этим впервые. Как это делается технически, я представляю. А практически сейчас посмотрим, и, естественно, в конце видео я покажу вам результат. Для любой съемки, будь то фото или видео, огромное значение играет свет. Потому что непосредственно свет — это то, что захватывает сенсор, ну, в нашем случае, цифровой камеры. Как вы понимаете, ночью света никакого нет. Но есть несколько параметров, которые влияют на освещение при съемке, как фото, так и видео. Я не буду вдаваться в технические аспекты. Обучалок на эту тему очень много. Короче, те, кто в теме, понимают, что ночная съемка — это съемка с очень длительной выдержкой. Ну, например, мой фотоаппарат Canon дает максимальную выдержку полминуты всего лишь. Но благодаря оригинальной прошивке Magic Lantern выдержку можно увеличить, ну, практически насколько угодно. Чем я и занялся? Я снимаю ночное небо с огромной выдержкой, попробую 20 минут. Собственно, на данный момент я уже отснял. И фотоаппарат обрабатывает это фото, что занимает очень много времени на самом деле. То есть с выдержкой 20 минут я отснял, и сейчас уже минут 10 сижу, жду, пока фотоаппарат обработает это фото. На самом деле 20 минут — это не такая уж и большая выдержка. И чтобы получить прикольное фото неба, ну, снимать нужно где-то там минут 40-50. Хотя я иногда делаю съемки с выдержкой в несколько часов, например. Длительная выдержка позволяет неподвижные объекты оставить в конечном кадре неподвижными, а движущиеся — отследить и оставить за ними прикольный след. Так как мой фотоаппарат занят непосредственно съемкой с длительной выдержкой, то, собственно, говорильную часть я снимаю на все тот же свой старенький HTC One M8. Кстати, великолепный телефон, и при помощи вот этого вот Рига с микрофоном и светом я, собственно, делаю то, на что вы сейчас смотрите. На самом деле я ездил на своем велике снимать еще вчера, но вчера оказались жуткие облака, и поэтому я просто снимал город, фонтан, дороги и различные другие объекты. А сегодня отличное небо, но сегодня я вышел достаточно поздно. Надо было выходить часов 12, я вышел, не знаю, около двух, наверное, и не уверен, что получится снять что-то достойное. В любом случае, даже если не сегодня, то, может быть, я покатаюсь завтра и послезавтра, и вы увидите результаты фотографии, если не за один день, то за несколько дней, но все это будет пример ночной съемки. Ну, еще, если вы не в курсе, то я с недавнего времени завел даже отдельный аккаунт в Инстаграме, для того, чтобы укладывать туда свои фото и видеоработы. Ну, типа теперь фотограф и видеограф. Вот, как же так? Ведь я известен тем, что я музыкант, сам продюсер, владелец студии звукозаписи. Ну, как-то да, так получилось, что мне немножко скучно стало делать музыку. Вообще не знаю, буду ли я этим в дальнейшем заниматься. Кстати, есть отдельные мысли о том, почему я перестал вообще писать музыку, сочинять музыку, тексты песен, ну, и вообще заниматься этим делом. У меня в ВКонтакте на стене регулярно будет появляться голосование о том, на какую тему мне снять очередное видео. И в последнем голосовании победил ролик о том, почему мой псевдоним Рысь. Так что скоро ждите выпуск на эту тему. Вот. Один из вопросов, который я там поставил, это, собственно, почему я перестал писать музыку и тексты песен. Если вам интересно, то заходите ко мне в ВКонтакте и на стене голосуйте за ту тему, которая вас интересует. Как можно догадаться по моему видеоблогу, съемкой видео я увлекся уже достаточно давно. Вот. Но до этого времени, до недавнего времени, меня это увлекало именно как средство запечатления моих там других видов деятельности. То есть я снимал тренировки или я снимал какие-то студийные дела. Вот. Именно ради того, чтобы показать что-то другое. Сейчас же меня съемка начинает начисовать уже с точки зрения творчества, то есть с точки зрения операторской работы. И вот недавно даже был мой дебют в качестве наемного видеографа. То есть я выступал как оператор и монтажер. Ну и, в принципе, я и режиссировал почти все. Это съемки для танцевальной группы Pretty Kitty, которая раньше выплясывала в клубе Фитнес-Он, где я проработал 5 лет. И сейчас эта группа работает в фитнес-клубе Gravity, где я работаю в данное время. Короче, честно говоря, мне сейчас даже лень снимать свой собственный видеоблог. Мне хочется поснимать что-нибудь другое, кого-нибудь другого, поработать оператором. Ну и помимо этого меня еще увлекла и фотография, чем я теперь и занимаюсь. Тем не менее, среди моих старых музыкальных проектов еще как минимум 4 альбома ждут своей записи и релиза. Я, несмотря на огромную лень, все еще не оставляю надежды их когда-нибудь закончить. Ну и кроме того, как я и обещал, в ближайшее время, когда я закончу страдать вот этой всей ерундой, будут ролики, посвященные сексу, интересные интервью с замечательными девушками. Ну и несколько небольших фильмов о непосредственно моих музыкальных проектах. На этом, пожалуй, все. Я постарался сделать этот ролик чисто коротким и информативным. Ну и просто, чтобы показать вам некоторые фотографии, которые я считаю достойными того, чтобы их показывать. Подпишитесь на мой личный инстаграм, если хотите лицезреть мою рожу время от времени. И отдельно на инстаграм, в который я буду публиковать только фото и видео моих непосредственно работ. Они будут появляться там регулярно, собственно, по мере делания их мной. Спасибо за просмотр. Увидимся когда-нибудь где-нибудь у меня на канале. Пока!